За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Северском направлении российская артиллерия накрыла группу нацбатальона «Кракен», которых бросили из Харьковской области на укрепление позиций в районе Белогоровки. После артналёта нескольких боевиков удалось взять в плен, остальные были уничтожены. В самом Северске продолжаются бои за прилегающие к городу Высоты. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ продолжает готовиться к наступлению на позиции российских войск, усиливая свою войсковую группировку. В небе постоянно находятся разведывательные беспилотники. Российская артиллерия продолжает наносить удары. Так, украинская группировка в районе Кирова попала под огонь и в результате отошла на исходные позиции. ВСУ, в свою очередь, продолжает наносить ракетные удары не только по военным, но и по гражданским объектам. Украинская группировка эффективно использует тактику перегруза, где сначала идёт массированный удар обычными снарядами. ПВО российской стороны выдыхается. Затем в дело идут высокоточные дальнобойные снаряды от «Хаймерсов». Так, из шести нанесённых украинских ударов по Антоновскому мосту российское ПВО сбило только пять. Один снаряд долетел до цели. Мост остался в рабочем состоянии. Этот мост имеет важное значение, так как является единственным, через который идёт всё снабжение для Николаевско-Криворожского направления союзных сил. Второй день подряд союзные войска сбили второй свой самолёт. На этот раз под ударом оказался Су-35 у Береслава. Лётчик успел катапультироваться. Эти события говорят о нескоординированности действий между ПВО и ВКС. В районе Новой Каховки ВСУ нанесли массированный ракетный удар по шлюзу и прилегающим гражданским объектам. Часть ракет достигла цели. Точечный удар, который был нанесён вчера по Каховскому шлюзу, показывает одну простую вещь о том, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Половина правобережья Херсонской области осталась без газа. Вот вам опять подтверждение того, как нас собираются освобождать и какими методами террористическими, бандитскими это всё делается. Российская авиация нанесла точный удар ракеты по мосту через Атоку. Мост и так был в невосстановленном состоянии, однако ВСУ стремилась как можно быстрее его отремонтировать. Однако российская ракета Х-59 вернула частично восстановленный мост в прежнее разрушенное состояние. С возобновлением морского пути под видом гуманитарной помощи налажена схема доставки вооружения на Украину из американской базы Кембонстил, которая находится в Косово. Военная техника доставляется оттуда сначала автомобильным транспортом, проходит через Северную Македонию, затем через Болгарию. Довозится до болгарского порта Бургас, а затем уже судами направляется в Одессу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова